Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами в нашей студии. И сегодня я отвечаю на достаточно частые вопросы, которые к нам приходят и просят рассказать о причинах таких заболеваний, таких состояний детей. Как резкое уменьшение размеров черепа или наоборот резкое увеличение размеров черепа. И вот об этом мы поговорим. Итак, резкое снижение или уменьшение диаметра черепа называется микроцефалия. И вот об этой тяжелой патологии мы сегодня с вами поговорим в первой части нашего разговора. Нужно понимать, что среди врожденных заболеваний детей наиболее тяжелыми являются те заболевания, которые мешают работать нормально, функционировать в нервной системе и развитию мозга. Практически в 100% случаев человек, у которого невыражена или выражена очень незначительно активность мозговая, он становится недееспособным. То есть там возникает тяжелая патология, причиной которой может возникать достаточно разнообразная ситуация. В частности, алкоголь во время беременности, наркотики. И вот, наверное, больная тема для многих, в том числе одной из причин возникновения микроцефалии является отказ от прививок. Почему? Я об этом поговорю немножко позже. И вы поймете, почему причина отказа от прививок является таким очень провоцирующим тяжелое заболевание фактором. Итак, микроцефалия – это врожденный порог развития, при котором у ребенка значительно уменьшаются размеры черепа. Причем остальное тело у него развивается абсолютно нормально. У младенцев это всегда, можно сказать, сопровождается, или чаще всего сопровождается отставанием умственным. Просто мозг не может нормально развиваться, потому что он маленький, ему не хватает. Значит, можно сказать, однозначно, что причиной возникновения микроцефалии являются аномалии внутриутробного развития. Чаще всего этот порог является изолированным, поскольку он может протекать без каких-то дополнительных факторов. То есть все остальное развивается нормально, а вот формы черепа, объем черепа и головной мозг не развиваются. Практически всегда ситуация, при которой прекращается развитие головного мозга, причиной этого дела является какое-то нарушение во время беременности. То есть это может быть либо перенесенная матерью инфекция, вот поэтому я говорю о проблемах отказа от прививок, потому что матери, беременные женщины, заболевающие такими вирусами, как краснуха, ветрянка, корь, я уже не говорю о любителях побывать в странах жарких, где очень широко гуляет такой вирус, как скажем, вирус Зика и так далее. Вот даже наличие этого вируса в крови беременных женщин, то есть носительства, она является мощным провоцирующим фактором в остановке развития головного мозга ребенка и как следствие уменьшения объема черепа и уменьшения развития мозга. Значит, дети, рождающиеся с микроцефалией, они будут страдать не только от задержки развития, ну и там возникает целый букет сопутствующих заболеваний, может возникнуть, ну, например, эпилепсия или разные виды эпилептических припадков, умственная осталость, снижение способности к обучению, нарушение поведения и так далее. Причем тяжесть может быть абсолютно разной, от легкого отставания, да, тяжелого возникновения, скажем, идиотии, как говорят психиатры, до очень тяжелых нарушений умственного развития. Кроме всего прочего, возникает нарушение, скажем, в процессе потребления пищи, то есть отсутствуют рефлексы, глотания, может отсутствовать зрение, может отсутствовать слух, то есть вот эти проблемы могут сопровождать ребенка всю жизнь, если не принимать никаких мер. В целом, вопросы микроцефалии, они очень сильно связаны с продолжительностью жизни ребенка, и если это тяжелая форма, то такие дети, они, ну, в общем-то, долго, к сожалению, не живут. Истинные причины развития микроцефалии, они, в общем-то, не всегда выявляются. Часть этих причин имеет генетический характер, то есть на уровне повреждения тех или иных хромосом, ну, скажем, 13-й хромосомы, 18-й хромосомы, 5-й хромосомы, вот, изменение или отсутствие, или нарушение самой хромосомы, она приводит к возникновению микроцефалии. Кроме всего прочего, как я уже сказал, это может быть перенесение матерью инфекционных заболеваний или наличие у матери вируса. Но это может быть не обязательно вирус, скажем, краснухие хори, а такие вирусы, как, или такие микробы, как токсоплазма, цитомигаловирус, они очень активно вторгаются в череп ребенка, нарушая его полноценное развитие. Кроме всего прочего, на это может влиять режим матери, то есть, ну, скажем, недоедание или какое-то несбалансированное питание, вредные привычки, особенно страдают дети, рожденные, ну, скажем так, называемое пьяное зачатие, когда дети рождаются или во время беременности, мать не, скажем так, не отказывает в себе в принятии большого количества алкоголя или наркотиков. Ну, и еще один момент, на который не очень обращают внимание, это проникновение в организм беременной женщины химикатов. Поэтому женщины, работающие на вредных производствах, женщины, живущие в очень неблагоприятных районах, должны быть очень осторожны в этом плане и стараться либо этот фактор исключить, либо очень жестко контролировать процесс внутриутробного развития ребенка, о чем мы сейчас поговорим, а именно о том, как микроцефалия диагностируется. А диагностируется она уже внутриутробно и, в принципе, примерно на десятой неделе беременности можно заподозрить развитие микроцефалии у плода с помощью УЗИ в частности, но надо понимать абсолютно точно, что это не стопроцентная диагностика, это есть большая погрешность, поэтому нельзя считать этот метод очень надежным, но в течение беременности это нужно, за этим нужно следить и достаточно уже более уверенно на более поздних сроках беременности такой диагноз может быть поставлен. Вопрос принятия решения о том, что делать дальше, он является прерогативой матери, прерогативой семьи, здесь невозможно ничего не советовать, не как говорится, не рекомендовать, это дело исключительно каждого, в каждом конкретном случае, вот, значит, но даже если диагноз по каким-то причинам не поставлен во время беременности, диагноз можно поставить сразу после родов, обычно микроцефалия диагностируется благодаря измерениям окружности черепа, значит, окружности головы, измеряется окружность головы, вот, посмотрите, на ванчике мы покажем, сантиметр кладется на надбровные дуги спереди и дальше вдоль ушных раковин по верхней части затылочного бугра, то есть окружность она не будет идеально ровной, да, а сантиметр пойдет вот так, есть нормы, есть таблицы, педиатры это прекрасно знают, и по этим таблицам определяется нормальная голова у новорожденного ребенка, или она становится гораздо меньше и, соответственно, принимаются меры. Значит, вопрос лечения микроцефалии, он достаточно сложный, и обычно разговоры о том, что микроцефалию можно вылечить, они, в общем-то, не стоят. Единственное, что я могу сказать, что в нашем центре довольно много случаев, у нас есть опыт, когда, используя методики народной медицины, мы добиваемся определенных результатов, а именно увеличение черепа, рост костей, изменение формы черепа, и благодаря этому мозг, кора головного мозга, находящаяся уже в более просторном помещении, я имею ввиду кости черепа, начинает активно развиваться, и вы можете посмотреть видеоролики на нашем сайте, где родители рассказывают об успехах таких детей, о том, как они развиваются, как они нагоняют сверстников, то есть нам удается достигнуть определенных результатов, поэтому вот, как говорится, это вы можете посмотреть сами. Значит, я надеюсь, что та информация, которую вы сегодня услышали, снимут вопросы, по поводу микроцефалии, которые нам задавали, если какой-то аспект сегодня сейчас не озвучен, пожалуйста, напишите, обращайтесь, задавайте конкретные вопросы, если возникнут какие-то что-то непонятное, то мы к этому вопросу еще раз вернемся, конкретно отвечая на тот или иной вопрос, который вас интересует. А сейчас мы уходим на перерыв и после перерыва поговорим о проблемах, связанных с другой патологией, а именно с увеличением объема черепа, то есть гидроцефалии. А пока я с вами прощаюсь и после перерыва надеюсь увидеть снова вас в нашей студии. До свидания. Продолжение следует...